Для занятий на свежем воздухе 10-градусный мороз не преграда. Ежегодная акция «Зимние забавы» собрала в Пензе десятки поклонников лыжного спорта. В их числе оказались и представители власти. Я вас приветствую на этих замечательных соревнованиях и желаю, вне зависимости от того, кто покажет какой результат, получить заряд бодрости, здоровья, на весь год зарядиться и весь год провести так же в дружбе со спортом и физкультурой. Здесь нет четких возрастных ограничений на старте и совсем юные жители города, и представители старшего поколения, хотя назвать их пенсионерами язык не поворачивается. Анастасии Авдониной в апреле этого года исполнится 87 лет, и она до сих пор регулярно занимается спортом. Чемпионка России по легкой атлетике признается, не пропустила еще ни одних зимних стартов. Занимаюсь с детства, никогда не бросаю. Не для камеры. Даже когда четыре с половиной было беременности, я бежала, заняла первое место. Я на больничном была только по рождению детей. Вместе с ветеранами спорта на трассе и действующие атлеты на Олимпийской аллее дали старт состязаниям по ориентированию. Здесь возраст соревнующихся тоже довольно разный – от семи лет до восьмидесяти и старше. У каждого своя дистанция и контрольные точки. И если участники акции «Зимние забавы» могли идти в довольно расслабленном темпе, то у профессионалов каждая секунда на счету. В основном были коньковые дороги, было удобно ехать. Протяженность, я думаю, где-то была километр двести. Состязание по спортивному ориентированию продолжится 5 января. Но главное, что и спортсмены, и любители катания на лыжах уже зарядились бодростью на год вперед.